Продолжение следует... Что возможно только одно определенное богословие, а другие варианты просто окажутся тупиковыми. На самом деле, можно просто предварительно сказать, в качестве некой общей интуиции, я ее не буду показывать, но оставлю за рамками самого доклада, но потом, может быть, когда-нибудь к этому вернуться. Богословие с чего начинается? Начинается с того, что есть некое предположение о том, что добро и зло – это не только нечто, что характеризуется, что является характеризующим поступки. Мы говорим «добрый поступок» или «злой поступок», «добрый человек» или «злой человек», то есть характеризуют поступки для людей. Но что добро и зло – это есть некий сущий, что есть некое благо, которое называют Богом или Абсолютом, и есть зло. И вот это благо и зло, они в каком-то отношении присутствуют не только в человеке, но и вообще в мире. И вот с этого начинается, собственно, богословие. То есть две субстанции все-таки? Ну, я же буду объяснять. Есть два варианта – есть когда две субстанции, когда они отделены, когда возникает дуализм. Есть, когда существует, собственно, одна субстанция – когда манизм. Но при манизме зло понимается как недостаток блага, как недостаток добра. То есть все-таки есть некая темная материя, которая лежит во зале? Нет. Она понимается только в смысле недостатка блага. Здесь два просто варианта. эти два варианта я сейчас буду рассматривать в этом состоит логика будет некоторая сейчас показана логика по которому будут определенного рода возможности отметаться другие возможности сохраняясь будут двигать нас дальше просто требуется чего-то начинать и поэтому я предлагаю начать с того, что есть проблема мы смотрим на наш космос есть некая проблема состоящая в том, как мы в этом космосе понимаем некое сущее, как добро и некое сущее, как зло действительно возникает два варианта во-первых, вариант дуалистический на самом деле, исторический даже более первичный, чем вариант уманистический дуалистический вариант, когда добро и зло это разные субстанции они друг к другу относятся каким-то образом каждая из этих субстанций порождается соответствующую этой субстанции сущность если мы говорим о свете и тьме в качестве метафора этих субстанций то тогда свет порождает все, что в мире связано со светом а тьма порождает все, что связано с тьмой и можно рассудить о том, что свет и тьма как-то предвечно не существуют вначале существуют в каком-то равновесии, а потом в какой-то момент равновесие нарушается ведь тьма и свет перемешиваются они вступают в противоборство можно вспомнить за растрей, за манихейство по этому поводу но в чем состоит проблема такого рода благословства? что проблема состоит в том, что если начало 2 то всякий раз возникает некий разговор о том, что есть нечто общее, что их объединяет в некую общую субстанцию потому что мы не можем представить себе ничего в виде двоицы если у нас нет представления о некой единой субстанции, которая их приемлет, чтобы они могли на базе этой субстанции соотноситься но это стандартный разговор о бытии, да? потому что если есть некая двоица, то требуется предположение о том, что существует какое-то небытие и, собственно, полиметрия и так и рассуждает, когда он доказывает, что есть только один логический шар он говорит о том, что если предположить, что сущий от сущего разделяется несущим то на самом деле мы тем самым нарушим логику потому что бытие есть, а небытие нет и небытие предположить невозможно получается, что когда мы всякий раз предполагаем дуализм такой то всякий раз мы всегда будем скатываться к тому, что субстанция только одна и никак не получится у нас тех способов, что субстанцию... и это означает, что добро и зло мы не сможем распределить как две субстанции и, собственно, на смену вот такого дуализма приходит моинизм, да? вот, моинизм как раз добро и зло – это противоположность и вот есть как бы одна субстанция некая, да? и нам надо в рамках одной субстанции распределить две противоположность – добро и зло каким образом это можно сделать? Это можно сделать тем способом, как я говорил, что предположить, что зло является просто недостатком блага И рассматривать определенного рода распределение внутри этой субстанции благ Вот скажем, если рассматривать это немного не как сферу, но если рассматривать его симметрично Может быть это то, что есть некий центр, и центр это благо И по мере удаления от этого центра возрастает недостаток этого блага Где-то там на краю, на периферии, как бы вот, наиболее, больше всего его этого недостатка Абсолютного недостатка все равно нет, да, потому что зло не становится другой субстанцией Она просто является неким-то относительным злом по отношению к центру Вот такое представление, собственно, как раз это, я говорил, характерно для зарослого манихейства А это вот характерно для неоплатонизма, на самом деле, для христианства И есть еще, как бы, такая промежуточная ситуация, непонятность, связанная с гностиками, да Есть предположение, что гностики как раз основывались якобы Ну, есть две версии от того, о чем говорят гностики Есть версия о том, что гностики основывались на дуализме И точно так же, как манихейство говорили о том, что есть две субстанции Одна субстанция, злая, другая, добрая Они как-то друг к другу соперничают, да, собственно А есть другая версия, что на самом деле гностики все-таки были больше приверженцы неоплатонизма И действительно говоря о некимманистической субстанции Ну, вопрос, Слава, ответить в позиции невозможно, когда у тебя есть зло, а добро воспринимается как недостаток зла А какая разница, это же переинащить термины и будет все то же самое А, понятно, то есть у тебя, ну, так это же важно, по обыкшему учету, нет? Это не важно, потому что... То есть считаешь, что зло и зло спокойно Потому что, это называется благо, благо называется бытие Бытие и равно благо Если ты как бы термины переинащишь, бытие назовешь злом, какая разница? То есть все-таки существование? А? А как иначе-то? Нет, бытие от существования Бытие существовало. А благо это тоже будет быть, значит? Не, просто, я же сказал еще раз, начинается. Религиозное воззрение, оно начинается с того, что такие понятия, как благо и добро, это относится не только к человеческим поступкам и к людям, но также и к бытию. И мы, каким образом мы можем найти благо, да? Мы говорим о том, что некое первичное высшее существо является благом. Я просто до этого еще не дошел. Ты просто предвощищаешь то, что я хотел дальше сказать. Я просто еще сначала попытался ввести сначала два различия. Потом я пытался, хотелось сказать о том, как понимается благо в этой системе. Ну вот, в этой системе это благо понимается как бытие. И, собственно, тогда вот это движение, оно понимается как недостаток бытия. Вот есть как большая интенсивность бытия, да? И есть меньшая интенсивность бытия. Но, тем не менее, все это бытие, не бытие, потому что нет. то есть несущего небытия его такие нет Все есть бытие Вейaters разная тен Temple когда мы говорим, что недостатка нет, мы можем сравнивать два различные состояния . Когда мы посмотрим на само состояние в абсолютном смысле. Там никакого небытия-то нет, там все только бытие. Но когда мы его сравниваем, да, в относительном смысле, с неким центром, тогда мы выясняем, что у него есть много каких-то недостатков. То есть зло здесь понимается, как вот такая некая относительная характеристика по отношению к некому центру, к некому бирковому муану. Тут просто что важно? Вот теперь внутри вот разбора вот этого монизма возникает определенного рода вариант. То есть зло-несамостоятельная сущность, она зависит от... Зло-несамостоятельная субстанция, да, она как бы является просто характеристикой, некой характеристикой, что внутри одной субстанции, да, вот, есть некое различие там, центры эпиферии, скажем. Потому что... Потому что она показывает, что есть разные степени интенсивности добра. Да, разные степени интенсивности добра, действительно. Кому-то щи жидки, а кому-то и биси мелко. Ну, не знаю. А жидки мелко, да. А мужчины жидки, а кому... Здесь возникает две возможности. Две возможности. Каким образом соотносится на само это исходное благо, да, ко всему остальному. Потому что вот есть возможность не платоническая, это возможность эманации. Эманации, да? А есть возможность, как бы, вот, христианская, это креационизм. Что такое эманация? Эманация это когда у нас вот есть изначально наш центр, да, и все остальное, этот центр называется, собственно, благо, да, и все остальное есть на самом деле своего рода изливание, эманация. Как это понимается? Понимается, вот, как вот, есть и ракуси в река, да, и река, это непрерывный некий источник, и вот он, как бы, изливается через край, как бы, растекается, и получается вот некое, это, все остальное, да. И по мере удаления от этого источника понятно, что воды все меньше и меньше, но это просто галитафоры, да? Все меньше и меньше. Или, допустим, можно говорить о тепле, что вот есть некий источник такой тепла, типа солнца, да? По мере удаления от солнца все, как бы, холоднее и холоднее, и на конце тут уже совсем холодно. Вот такая вот, как бы, вот метафора по поводу понимания того, что значит изливается, да? Но, тем не менее, как бы, природа вот всего этого целого, в котором есть это и вырожденный центр, да, она, тем не менее, одна. То есть, все находится в этом отношении, вот, если мы говорим о том благе, если мы его называем Богом, да, все находится в этом благе. Все, как бы, от него зависит. Неоплатонизм, это благо, называется одно. На самом деле, как бы, можно было бы его и называть и по-другому, это, на самом деле, не столь существо, но вот чисто, исходя из неких философских рассуждений, почему это одно, потому что все, что есть, обязательно, если оно есть, оно есть, оно обязательно есть в каком-то отношении одно, и вот все пронизано одно. Само одно, как бы, находится, как бы, вне бытия, потому что оно входит в некая характеристика, да, но реально, вся вот эта вот эманация, она достаточно сложная, тут она может быть составлена из каких-то там уровней, да, там, которые ионами называются. И она называется плеромой, да, вот она как-то составлена. У нас здесь не возникает никакого противоречия, связанного с тем, что вот, соотношение блага и того, что можно было назвать ясно-блага именно зла. Вот это, такая полноценная система, она была создана мне платониками, и она долгое время существовала, пока не пришел на ее место креационизм. Почему, что говорит креационизм? Креационизм говорит о том, что вот это вот некое благо, да, наш изначально, как она рассуждает, она создает, творит все остальное, да, то, что мы называем миром. И причем, творит каким образом? А что оно, это благо, находится вне мира, да, то есть мир как бы производится, как нечто иное, и получается, что мир оказывается вне благ. И поскольку в креационизме, ну, здесь еще одна есть тема, тема связанная с множеством богов. Вот в имманации представление о множестве богов, оно вполне естественное. Почему? Потому что, собственно, все есть в одном, и можно сколько угодно вот эти выстраивать различного рода уровней и называть их в качестве богов. А вот в креационизме представление о многих богах невозможно. Почему? Потому что изначально, креационизм строится на изначальной версии, что вот есть некое верховное божество, абсолют, и если рядом с этим абсолют, он будет как бы другой, да, вот до того, до того, как абсолют творит мир, если рядом с этим абсолют, там будет другой некий вот благо один, благо два, то они будут друг друга ограничивать, и каждый из них не будет абсолютным. Поэтому изначально как бы абсолют, креационизм может быть только один. А раз он только один, то он порождает, порождает мир, и этот мир, он, этот мир не может быть тоже создан таким же совершенным, как сам бог, потому что он мог бы быть создан совершенным только в том случае, если бог бы создал второго бога. Но он второго бога не может создать, потому что было бы тогда два бога, и опять прозникла бы проблема того, что они друг друга ограничивают, и каждый из них не был бы абсолютно. И поэтому этот мир является в чем-то недостаточным, в чем-то имеет какой-то изъян. Да? Изъян. И даже по самому своему изначальному постношению... Ну, изъян это изъян мира, а не изъян бога, да? Казалось бы, если мир имеет изъян, то значит, бог не абсолютен. А бог не может создать второго бога. Бог как совершенствовал. Это понятно, что бог не может создать такой камень, поднять которого не сможет. Нет, это здесь совсем не при чем. Это здесь идет о том, что бог как совершенствовал. Может создать, конечно, некого максимально совершенную мир, да? Но тем не менее, в относительном смысле, этот мир будет менее совершенен, чем сам бог. Потому что абсолютное совершенство является, вот, благо, вот этот центр, да, который является творцом. И этот творец создает нечто, что является менее совершенным, чем он сам. Тогда он не абсолютен. А в чем? Нет, в чем он абсолютен. Нет, если он создал несовершенный мир, значит, он не абсолютен. Он мир создает совершенным, но не таким, как сам. Но значит, он имеет несовершеннее. Ещё раз. Бог может создать любое б diabь совершение. А как тоже может, опять он не может. Это не важно. А в чём несовершенством того, что он создал? Чего он лишил? Он и сам Бог является примером абсолютного совершенства. Он создаёт нечто, что не является Богом. И значит, то, что он создаёт, поскольку оно не является Богом, оно является сме и несовершенном, чем Богом. И в этом отношении она имеет изъян. В чем принципиальное отличие? Я говорил про изъян вот здесь, в моноценной теории. Так что здесь зло понимается как недостаток блага. И само по себе каждая отдельная часть, она в абсолютном смысле есть и благом является. Но она только имеет недостаток в том смысле, что по отношению к никому центру. Здесь та же самая история. Поскольку у нас монизм, у нас точно так же зло понимается как недостаток блага. И точно так же здесь получается, что то, что он сотворил и вытворение, является точно так же недостатком блага и точно так же злым. В относительном смысле. В абсолютном смысле она совершенна. Потому что Бог создал максимально совершенную и совершенную. А в относительном она является злом. То есть разница только в том, что там имеет место быть недостаток блага. А недостаток в чем заключается недостаток? Два человека. Есть по такому понятию категория такая отношения называется. Два человека. Один умнее, другой глупее. Если берем человека одного безотносительного, он просто человек. А умнее и глупее они становятся только в отношении каждой из людей. В отношении к другому человеку. Точно так же здесь зло понимается только в относительном смысле. Нет абсолютно зла. Я понимаю, что это зло. Вопрос только в том, что Бог как абсолютное благо создал нечто, в чем меньше блага. А что значит меньше блага? Что значит меньше блага? Потому что он Бог, а этот не Бог. Мир-то не Бог. Да я не знаю, чего он не додал. Это же качественного, количественного. Володь, это рассуждение же. Я же это же просто рассуждение. Я понимаю, я поэтому это сам спросил. Я не знаю, чего я не додал. Он не сделал Бога там, не сделал второго Бога. Вот и все. В этом все. Я понимаю, поэтому у них в смысле получается, что если мы найдем, чего он не додал, мы поймем, что является божественным. То есть он дал тому, что он создал все, кроме чего-то, что сделало бы это Богом. Нет, тут проблем со скриптом, что эта креоцентская точка зрения, она просто невозможна. Это богословие, которое нарушает правила, оно противоречиво, потому что, получается, что благо создаёт зло. А, противоречиво. Оно просто невозможна. То есть креационизм, на самом деле, изначально в логически просто несостоятельно. И в силу самой постановки вопроса, что если теперь брать, теперь включается, что некое благо создало нечто зло. А зло другого-то у нас нет определения. Мы же сказали, что дуализм – это исключено. Ну, взяли, тут его исключили. Никакого другого определения зла нет, кроме как недостаток. Но вот этот мир имеет этот недостаток, он не является бомом, да? И, получается, благо создало зло. Это противоречие. Значит, креационизм не состоятельно. Мир сам по себе не зло. Мир сам по себе не зло, но он является зло. Еще раз объясняем. Правильно. Но у нас никакого другого определения зла нет, кроме как недостаток блага. Мы исключили вот это состояние. Тогда у нас в эманации то же самое. Нет, в эманации… Благо по мере отдаления… Не, объясняю. Это являются агекты, которые по отношению к нему являются зло. Послушай, только это однородная система. Однородная система. А здесь Бог создает иное. Понимаешь? А тут система однородная. А, то есть это одно. Это одно. Бог так устроен, на самом деле, что он является чем-то неоднородным. Просто здесь центр, а здесь все это принадлежит Богу. Это все и есть он сам, Бог. Это вот это тело одно и есть один Бог. А здесь Бог создал нечто иное, от себя отбросил как-то, да? Он же не сам себя создал и не внутри себя создал. Он просто отбросил. Нечто другое, иное. Причем это принципиально иное. Почему? Потому что в некоторых логическом отношении, ну не времени естественно, но был момент, когда Бог был только один абсолютно. И никакого мира не было. То есть это означает, что действительно он создает иное. Ну а почему, скажем, креационизм не может существовать как сам? Почему Бог создал нечто иное, что по отношению к Богу зло? Ну это же значит, что мир, тем не менее, существовать не может. Да дело не еще раз. Почему логическая ошибка? Логическая ошибка состоит в том, что благотворит зло. Ну а почему нет? Ну благотворит, что-то менее совершенно ничего. А это означает, что неправильность отношения. Нет, нет, не в этом. Это означает, что нельзя так рассматривать благо, что если благотворит зло, это означает, что у нас теперь выпустился ошибку. Не может быть такого, что благотворило зло. То есть так же, как здесь. Если одно было благом, а другое было зло. Каждое это благотворило. Благотворило зло. Когда было две субстанции. У нас теперь субстанция одна, оно благо. Оно не может творить зло. Ну и получается, смотри, если мы допускаем, что благотворит зло, это означает на самом деле что? Что Бог не благ. Бог не является абсолютным благом. Он является творцом, который создает зло. Он не абсолютен. Он абсолютен, но не абсолютный благ. Он является создателем зла. А почему нет-то? Хочет благо творить, хочет зло, он абсолютно свободен. Хочет человека, по головке гладит, в него в под пальцы иголки втыкает. Но это он и Бог. Нет, с точки зрения богословия, на самом деле, это некое противоречие. Это противоречие либо требует объяснения, почему такое возможно, то надо объяснять. Но если Бог абсолютная свобода, что хочет, то и делает. Но Бог не может делать зло. Но тогда он не свободен, блин. Не свободен он. Божественная свобода, на самом деле, она не является таким произволом, как человеческая свобода. Нельзя так рассматривать, что он не господин, что хочет, то и делает. Для Бога-то нет зла. Нет, как раз Бога-то, если для Бога нет зла, то он не Бог. Именно в том-то и состоит, что он в состоянии и зло делает существующим. Человек не может сделать зло существующим. И сатана не может. И честь той силы, что вечно хочет зла, но вечно причиняет благо. Но, с другой стороны, именно Бог может сотворить зло. По-настоящему, всерьез, на ровный абсолют. Абсолют. Тогда у тебя представление об абсолюте. Тогда ты скрепляешь понятие абсолют, это понятие блага. Абсолют не является благом. Тогда возникает вот это вот Dani. Нам надо искать причину блага. Тогда Бог является не причиной блага. Логического противоречия, что здесь нет, то есть Бог создал мир? Нет, логическое противоречие есть, если я изначально указал, что Бог есть благ. Я нарисовал, что он благ. Вы сейчас хотите истолковать креативизм в том смысле, что Бог не является благом. Это противоречит всем богословским мнениям, но, тем не менее, можно просто абстрактно так обсуждать, что есть некий абсолют, который не является благом. Если абсолют не является благом, то тогда вот у нас есть некий абсолют, но, тем не менее, он не благо. А как мы тогда будем распределять благо? Как он? Куда его девать? Потому что... Под благом-то все-таки чисто существование подразумевается или что-то еще? Еще раз я скажу, богословие начинается с того, что понятие добра и зла распространяется не только на людей. Мы должны распределить добро и зло как-то сущим. Ну, электроны бывают добрыми и злыми? Электроны. Давай, Игорь, ты пытаешься профанировать ситуацию. Ну, не профанировать, я пытаюсь понять. Я сказал... Кого не интересует это? Подожди, подожди, я еще рассказал, что богословие начинается. Есть условия некие задачи. Я когда-то разговариваю о новой хронологии, не начинай говорить, что она глупость. Понимаешь, потому что есть некие условия, понимаешь, от того, что мы разговариваем о новой хронологии. Также здесь, если мы говорим о богословии, изначально задача стоит то, что мы не можем поставить вопрос, существует ли благо и зло сущим или нет. Изначально предполагается, что существует, это некая предпосылка, которая не обсуждается. Да, предпосылка, чтобы... Если она не существует, это означает, что просто ни бога нет, ничего нет. Добрые, злые электроны существуют. Ну, согласен, хорошо. Я не знаю, ты причем здесь добрые, злые электроны, понимаешь? Ну, допустим, хорошо. Это вообще не дорешили. Это вообще какие-то неуместные... Слушай, я не разумраю, ты говоришь, ты передергиваешь. Существование электроны есть благо. Потому что это не богословие, благо... А если бы электронов не существовало, то это да. Это другое. Да. Ну, вот я это и хочу спросить. Я вот и спрашиваю, что это определенность или бытие? Ну, это не добрые злые электроны, это другое. То, что мир сущим, это другое. Мы возвращаем к иммунации, правильно? Дальше еще проблема. Тут еще одна есть проблема, я ее на самом деле тоже опустил. Можно было бы предполагать еще третий вариант, да? Что Бог и мир существуют предвещены. Да, вот существует Бог. Отдельно. Ну, и существует мир, да, вместе с ним, одновременно. То есть, Бог мир не творит. Ну, такая, например, система, вот, Аристотель, да, вот, у Аристотеля есть Бог, который там является умом, который мыслит само себя, и есть отдельный мир, да. Тогда получается, что, с нашей точки зрения, опять же, там, Бог ограничивает миром, да, Бог не является здесь абсолютно. И более того, в силу того, что, вот, как говорилось, Бог является, точно так же остается благом, у Аристотеля Бога, да, и он является совершенством. И чтобы оставаться совершенным, он, как бы, замкнут по самого себя, да. То есть, Бог мыслит само себя просто для того, чтобы оставаться совершенным. Потому что, реально, как бы, вот, мир – это, вот, некая есть определенность, с которой Бог постоянно пытается рассмотреть нечто относительно. Да, вот, если есть два, то мы всегда можем одно относительно другое рассмотреть, и дать ему относительность. Поэтому вот эта вот ситуация, да, вот эта ситуация, как бы, она тоже является логически противоречивой. То есть, у Абсолют не остается Абсолютно. То есть, получается, у нас креационизм недостаточен в том смысле, что, получается, у нас благо порождает зло, да, как бы, это противоречие. Хотя можно, вот, как Игорь говорит, как-то, рассуждать якобы об Абсолюте, который не является благом, просто тогда непонятно, что такое благо. Но можно попытаться это потом как-то тоже обдумать. Сейчас одна только возможность – это эманация, да. То есть, естественно, единственная возможность непротиворечивого рассмотрения богословия, то есть, системы, в которой распределяется добро и зло, да, в сущем, это вот система, это эманационная, да, где существует некое одно, да, вот, и благо распределено, неким образом распределено от центра периферии. И вот мы сейчас на другом семинаре разрабатываем систему, в которой вот это вот понимание этого одного, да, эманации рассматривается как некое абсолютное сознание. Вот есть некое абсолютное сознание. Абсолютное сознание. И в этом абсолютном сознании есть, вот как я говорил, есть аналогия между тем, как устроен человек, и тем, как устроен Бог. Почему такое возникает? Потому что мы можем, мы сами подняться к Богу к абсолюту не можем, в силу того, что мы конечные существа. И единственный способ, каким может на самом деле Бог вступить в нас, это Бог в своем откровении может вступить в нас, но тем не менее, его откровение всегда ограничено нашими возможностями, нашими способностями что-либо понять о Боге, да. И поэтому всегда этот порядок небесный и порядок земной – это один и тот же порядок. Ну или как в герметической философии говорится, что то, что вверху, то и внизу, то, что снаружи, то и внутри, да. Но это старая тема. Она и в Евангелии отражена там, и везде присутствует. И вот если мы так понимаем, что вот я когда-то в свое время развивал философию сознания, там возникло такое представление – весь абсолютное сознание, а у него есть фокусное сознание. Да, вот фокусное сознание связано с нашим вниманием. И тогда вот как раз можно рассуждать так, что вот это фокусное сознание, только-только абсолютное фокусное сознание, да. Это вот и есть то наших благо, да, исходное. Но мы выстраиваем сейчас некоего рода гипотизма, да, некого рода конструкцию, которую можно было потом как-то обсуждать. И по мере удаления от этого фокусного сознания Есть у нас периферическое сознание Я так и говорил И чем дальше удалено, тем меньше сознания И то, что мы называли бытием У нас получалось здесь так У нас теперь бытие тут является Это равняется как бы сознанию Вот есть в фокусе сознания максимальная степень Здесь интенсивность максимальной степени А по мере удаления от периферии Здесь интенсивность меньше Но здесь что интересно Интересно то, что фокусное сознание как она же двигается сюда то есть это не тот фокус как в центре я рисовал некую статику да вот некий центр всегда находится всегда в одной точке здесь это нам может перемещаться и и получается что и периферии может перемещаться то есть благо может сместиться куда-нибудь да вот сюда вот и тогда как бы соответственно как бы поменяется конфигурация периферии фигурации интенсивности он может пытаться в его в рамках такой философии такой конструкции обсуждать богословие которое можно назвать богословием сознания вот мы этим сейчас занимаемся нет это в чем разговор то состоит разговор состоит когда я просто сейчас там маленькие убедения сделаю другого характера что вот например риги да он относится ко всем этим построением и скептически и понятно почему там почему-то считает что как бы вот есть некая сфера смысл который можно осмыслить другую сферу смысл который тоже точно так же есть сколько угодно хотите отрицать там говорит что бога там нет там говорить то что это вы выдумки какие-нибудь да и прочее тем не менее она все равно присутствует и и она точно также требует никого рода смысле и никого рода отношения нашего отношения каждого человека отношения к этой сфере собственно почему вообще это вот и я эту тему поднял почему мы обсуждаем любая философия любая серьезная философия она пытается осмыслить все стороны смысл все стороны возможности и философия там платона я источник и философии там какой-нибудь гегеля там и и других то эффекта там и прочих и прочих и пытается осмыслить в том числе и и киева курсы связаны с абсолютно поэтому как говорит по этому теологии составляет часть философии к этому относиться к этому философии кептически просто каждый раз указывает и некоторого своего рода невежество свое без относительно тому какое отношение человек имеет каким-то конфессия является христианином мусульманин и кем бы там ни был основе все равно существует никого рода предельные сущности и мы это мы живем в мире да мы понимаем прекрасно что наше пути в мире она ограничена составляет только часть мельчайшую часть этого мира уж наше знание то насколько она ограничена мы не можем на самом деле заречься от того что мир как-то устроен сложным образом что в этом мире нет каких-то предельных сущностей тех которые можно было бы выстраивать в виде данных конструкций более того для людей которые уж совсем как бы религию воспринимает как нечто смешное я бы указал просто даже на математику в которой точно также есть пределы и переходы к бесконечности точно также есть представление некой бесконечности и все это точно также что-то должно быть для них смешно и более того даже есть интуиционизм математики который как раз пытается настраивать математику без перехода к пределам перехода и без использования здесь актуальной бесконечности но на самом деле если и может был бы этот разговор весь изобразить просто математически да ведь никого рода кругов или да и куда вкладывать определенного рода я просто бы не говорил этого содержания просто рассказывал что вот если мы рисуем просто вот таким образом я вообще у меня есть носа садили что такая сделать семена которым я бы ни одного слова не продолжил потому что я вообщеでした вот вид рисовал вот есть такой вот представлении что это что такое это что такое значит а что так вы можете ли ты 이런 диапазонного lid если мы говорим что вот это вытебный competet мы поэтому чтобы это чтобы не было совсем непонятно вот вот так чуть это это надо как-то пояснить Единственным образом, каким это можно пояснить, значит, это тоже Б, а значит отсюда что следует? Отсюда следует, значит, что все это Б, вот. Это первое рассуждение, это рассуждение простое, параменидовское, и те системы, которые пытаются выставить какой-то дуализм, то есть сесть между двух стульев, они просто не выдерживают критики, и всякий раз им будет такой вопрос задаваться. Каким образом? Конечно, тут есть возможность, которую до сих пор никто не рассматривал, которую я однажды доложил, но никто ее не понял, и те комментарии, которые там сделали, они просто были странными. На самом деле, можно было бы понимать, что эти два АБ, вообще, вот между ними ничего нет, но они никак не соотносятся, не соизмеримы. То есть вот так. И то, что я здесь рисую, что их на одной плоскости, да, и как будто бы они соотносятся. То, что я же не могу их не начать нарисовать, не рисую их соотносить вместе. Это просто условность некого рисунка. Ну вот, может, было бы так. Но эта система, на самом деле, никто ее не разрабатывал, это как бы остается под вопросом, да, ее надо дальше просто разрабатывать. Я на этом говорил уже об этом, да, но как бы еще она требует разработки. И вот тогда, получается, есть третья возможность, да, вот это наша возможность магнизма. И она на самом деле развивается просто, вот, вся философия, которая существует, ну, наверное, начиная, там, с неоплатоников, да, вся философия работает в этой системе. То есть ее можно просто изобразить. Вся философия, вот, говорит о том, что это Б, оно не просто вот такое, а оно вот такое. То есть есть какие-то градации над ней. Вот и все. Вот это вся философия современная. Ничего больше она не говорит. То есть она, конечно, указывает, там, там, одна скажет, что вот здесь квадратик поважнее, другая скажет, что здесь важнее, и все. В этом только разница. Вот все, что вот я, собственно, высказал. А что это такое? Вот это и есть богословие, о котором мы сейчас рассуждали. В каком-то отношении. Что делал раньше богословие? Раньше человек сам себя, он не был таким наглым, как современный человек, да? Он считал, что он маленькое некое существо, затерянное в огромной вселенной, да, в котором действуют, там, боги, демоны и, там, и прочие существа космического масштаба. А человек это ничто, это просто той лифт, да, которая сейчас вот возникла, а потом исчезнет. И поэтому все рассуждения, они были вот рассуждения, которые касались того, как устроена вселенная. А после того, как вот человек стал слишком наглым, то есть, что это значит? Он перенес все эти рассуждения внутрь себя, да, он сказал, да, все это субъективно, да, вот. Вот есть вот я такой, вот внутри меня вот как бы есть, нужно выстраивать все системы. И нечто только тогда достойное какого-либо рассмотрения, если оно войдет вот сюда, подойдет ко мне, разрешение спросит на бытие, вот, подходит к тебе абсолют бог, да, благо. А ты, аяк говорит, а я вот тебе не разрешаю входить, например, Игорь говорит, а бога-то нет. Он раз здесь поставил такую затычку, и не войти в него никак, и что тут делать? Тут ничего не сделает, но это я такой надутый, такой напыщенный, оно такое, оно такое важное, оно уже много чего знает, оно там новую хронологию излагает, там, ультилитаризационный проект, там, и проще, и проще. Оно просто светится из себя внутри, потому что оно себя поставило на место этого абсолюта. То, что если мы теперь будем рассмотрим, это я, опять же, во всей этой схеме. Как получается? Во всей этой схеме получится вот что. Это я, так вот оно я. Правильно? Это вот, допустим, как оно получается? Оно не может быть разбить себя на два. Правильно? Оно просто одно, некое одно. Если, допустим, возникает тут какое-то другое я, якобы другое, то на самом деле, поскольку он смотрит изнутри своей сферы, то это изнутри его сферы просто есть кусочек его же яд. Вот яд-то два. Она разрешает ему быть. Допустим, она признает его, да, ты человек. А может не признать, скажет, да ты вообще-то стул. Ты не я-два, а ты просто стул какой-то. Это стул и все. И человек, что бы он ни сделал, он останется этим стулом. Не признает его и все. Он может не признать ни человека, ни животное, там, ни другую вещь. Он постоянно говорит, а вообще ничего нет. Есть только вот я одно, я есть и все. О каком-то откровении можно говорить. Тут вообще никто никогда не войдет из чего внешне. Я будет замкнута внутри себя. Но он такой наглагорю и напущенный. Весь мир как высототочится внутри него. Но он же пузырь, он как-то лопнет. Об этом-то надо уже сейчас думать, что пузырь-то, вообще-то говоря, всегда лопает. Если не обсуждать уже как, вот как существует иное. Безотносительно, допустим, иное, мы поговорим, что слово плохо запрещено. Но иное-то есть, вот есть я, а есть иное. Как с этим иным соотноситься? Возможно, первое, посчитать, что это иное, вещи. Второе, что это иное, человек. А третье, что это иное, абсолют. Нечто передельное. Абсолют, вообще-то, само условие абсолют, буквально означает неограниченное, передельное. Ну, тот, который у Бога не верит, он говорит, что вот такого, такого третьего нет. Да, ведь некоторые как утверждают, что и даже и все вот это только выдумка, да, то это некое воображение начало, ничего вообще нет. Все, есть некая игра, я сидит внутри себя и играет с миром, да. Вот оно само себя поставило на уровень абсолюта. Вот и все. То есть, иначе говоря, абсолют-то, получается, тоже есть. Только этот абсолют называется я. Вот все это рассуждение. И поэтому, как бы не смешно, выглядело иным богословием, да, может быть, слово богословие не очень удачное, я уже думал об этом, может, надо называть это теологией. Мы всегда вот впадаем вот в это. Даже если мы не занимаемся в это богословием, просто занимаемся просто философией, мы опять же впадаем в это же самое с проблемой. Да, таким образом вообще любое иное входит в я. Каждый раз я требуется у него спросить разрешение. Я должен признать это я, тем или иным. По поводу предыдущего, по поводу фокуса. Можешь рисовать его? Тут получается сфера, соответственно, в ней существует фокуса. То есть, пока фокус направлен на что? Ну, грубо говоря, фокус, допустим, сейчас, например, в центре, соответственно, в центре блага. Все, что по краям, зло. Не, ну не зло, зачем зло? Сразу, она же не в абсолютном смысле была, в относительном. Не, в относительном. Ну, ты поднесла, вот тут интенсивность. Она какая-то интенсивная, а здесь менее интенсивная. То есть, грубо говоря, пока человек не направил свое внимание на что-то, все остальное для него является злом. Да почему злом? Для него. Блака. Отсутствие блага. С недостатком добра. Зло по-твоему. Все остальное является достатком добра. То есть, пока я на тебя не посмотрел, ты для меня злом. Пока смотрел, ты стал для меня благом. Ты такой добрый стал, да? Нет, еще раз говорю, что добро и зло, конечно же, в языке циркулируют каким-то образом. И мы под добром и злом понимаем определенные вещи. Когда мы говорим про богословие, там просто... То есть, пока я на тебя не смотрю, ты не есть часть бога. Или часть блага. То есть, вот ты вот... Тебя в некотором смысле как нет, получается. Ну, тут просто видишь, ты предлагаешь мне сейчас начать идти к призыву, что такое зло там. Потому что, на самом деле, здесь требуется уже пояснение, если конкретно человека касается, что такое зло. Зло связано с нашим намерением, с нашим вот этим вниманием, вот этим. Оно связано с ним. Ну, если... Ты же не можешь сказать, что зло здесь. А я возьму сюда, вот, перебью на свой фокус, и здесь станет блага. Какое здесь зло? Зло неуловимо, его как бы нет. Да. Но поэтому зло здесь понимается, кстати, по-другому. Хорошо. В данной системе зло понимается, как... Понятно, как недостаток главный, но недостаток в том смысле, что, когда фокус здесь, то здесь фокуса нет. Зло понимается, как... Как некоторого рода намерение. Как определенность некого второго намерения. Намерение совершить или нет. Понятно. Но это патистическое, это уже другое... Я думаю, потому что сейчас надо подумать, что пока не понятно. Просто не понятно тогда, что означает недостаток, в данном случае, недостаток блага по отношению к чему-то. Что это означает? Что-то что-то выражает? Это лично в сознании. Здесь сознание интенсивность больше, здесь сознание интенсивность меньше. То есть бытие теперь понимается как сознание. Ну что... Вот мы говорили, допустим, когда в субъективной философии, что для того, чтобы что-то было, необходимо, чтобы оно было для некоторого сознания. У нас на самом деле в сознании есть иная определенность бытия. Существует только то, что дано некоторому сознанию. Если сознания нет, то ничего нет. Существует только то, что сознается. Вот это то, что здесь находится в фокусе, оно сознается. А то, что находится в фокусе, оно не сознается. Его как бы и нет, понимаешь? Получается. В том смысле, оно есть в каком-то... Ну, на периферии же ведь что-то есть. Но для тебя момент, когда ты заточен на что-то другом, его нет. Распределение блага и добра, вот так вот, прямом смысле, можно относить только, наверное, все-таки к абсолюту. А у человека такое распределение, ну, оно в этике по-другому немного распределяется. То есть, в любом случае, исходя из этого определения, зла вообще не существует? Зла вообще никогда не существует, изначально. В смысле монизма. Зло это не сущность, да. В смысле монизма... А зло внутренно появляется у нас. То есть, зло всегда появляется как относительное, как недостаток блага. Ну, как вот здесь, да, недостаток интенсивности в сознании. Как бессознательное. Можно было бы так сказать, что бессознательное, если бы оно было бы некому абсолютному, то оно было бы злом. Но зло, оно же чем-то характеризуется конкретным. Ты пытаешься всякий раз в этику перенести понятие добра и зла. Я же тебе сказал, для этого надо по-другому немного развить тему. Добро и зло у нас вмешается двойственно. Оно есть у нас понятие добро и зло в смысле этики. А есть добро и зло в смысле как бы бытия, в смысле богословия. Это немного разной категории. Ну, если оно появляется, значит, оно чем-то характеризуется, есть какие-то признаки у его... Что такое благо? В смысле сущего. Что такое благо? Это для которого рода цель. Весь мир пронизан некой телеологией. Все стремится к некой цели, как у Аристотеля. Есть передвижитель, и все стремится к этому передвижителю. Она является некой целевой причиной для всего сущего. Все сущие к нему стремится. В этом смысле оно благо. Понимаешь? Ну, от этого благо одни дальше находятся, а другие ближе. В смысле, я истутили, скажем, какие-то планеты и звезды находятся ближе к благу, а человек, там, как видите, камни, они находятся дальше. То есть, вот в чем смысл. Понятие благо, в смысле добра и зла, в смысле сущих, и добра и зла смыслящих человек, это разные вещи. Ну, я понимаю. Хорошо, допустим, оставим понятие добра и зла в смысле благ. Все понимают, что там, это, ну, просто никакого отношения к жизни не имеет. Соответственно, добро и зло появляется в жизни человека. Я говорю, это к чему? Нет, добро и зло, в смысле человек, можешь тоже понимать твоя это, наверное. А в смысле цели, когда человек стремится к какой-то цели. Да, эта цель для него является благом, которому он стремится. А еще возникает и этика, да, как бы... Так это для человека, с точки зрения Бога-то, у человека разница-то есть или нет. Человек может грешить того, что убивать-то, мы можем? Человек к одной цели стремится, а Бог к другой. Откуда он знает, что он стремится к той же самой, что Бог? Есть устремление всего природного, к этому благу, естественное устремление. А поскольку мы сознательные, мы можем свое устремление осознавать и как бы направлять другую сторону. Совершенно наше устремление может не соответствовать тому, к чему стремится весь мир. Мы можем против всего мира двигаться. Ну, вот это и будет зло. Нет. Все равно благо. Еще раз говорю, что понятие блага и в отношении сущего, да, и понятие блага в смысле поведения нашего, это разные вещи. Это нельзя с этого куклы в одну кучу-то скидывать. Поведение наше является добром-брезлом в отношении другому человеку. Не в отношении вообще, как бы, безотносительно, а только в отношении другому человеку. Это и возникает отсюда, и этика, и прочее. Его нельзя вот в данном разрезе говорить. То тут недаром же, видимо, все-таки, вот используют слово благо, да, и слово добро. Хотя это одно и то же слово, да, просто благо из там этого... Разных языков? Нет. Старославянского, старославянского, он берет. Слышите, на периферии как бы, убивать всех, да. Да. Чуть-чуть сместились дальше. Можно варивать. Можно варивать. Подождите, 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 убивать всех, кроме женщин и детей. Это уже добро по отношению к этому. Еще дальше сместились, вообще не убивать. Нет, что же это? Вы немного как бы, посмотрите, вы смещаете их... Такового зла нет, здесь получается. Нет, смещаясь их на разные темы. Это зло, победение. Это нечто другое, чем зло по отношению к смысле бытия. Это разные просто смыслы. Разные смыслы. Стол есть, и он, поскольку он есть, он благо. Ну, меньше благо, чем Бог, да, и в этом смысле вам как бы зло. Ну, это же все соотносительные понятия. Это я понимаю. Это никакой отношение к поведению. Как я не понимаю? Я хочу понять, откуда тогда берется зло. Вот в нашем, в нашем, в нашем. Но они же не просто так, они же не просто так бытие называлось благом-то. В благо есть какой-то трудный... В благо есть дополнительный смысл цели. В смысле цели. Нет, в смысле цели. А как можно стремиться к существованию, если стол так существует? Нет, ну, тут еще, ну, если брать, опять же, Аристотеля, то в смысле стола тут проблема состоит в том, что он искусственное существо. В нем стремится деревянность, дерево стремится. Потому что дерево естественное существо, но есть как бы внутренняя некая природная направленность. Ну, так это же... А мы стол сделали. Тогда это разговор о определенности. Нет, нет, нет. Если говорить о дереве и говорить о животном, то животное и дерево все стремятся к благу. Ну, к благу никакому бытию стремятся. К бытию стремятся, да. Ну, так они и так существуют. Чего вы вместе знаете? Нет. Ну, род, допустим, продолжает себя и двигается дальше. И все больше и больше пытается распространить себя по земле. Он стремится... Ну, это понятно, что... Все стремится... Все стремится собранить свои бытия. Поедание антилопы является, безусловно, благом. Кто же спорит так? Нет, просто продолжение рода, продолжение существования... Поедание антилопы является благом. Существование является как бы благом, да. И все стремится к благу. Оно тут не только в смысле бытия, но и в смысле устремленности, да, вот, некого... Некоторого целеполагания. В смысле совершенствования. То есть, я так понимаю, есть некая общая, так сказать, идея стремления к благу. И есть какие-то конкретные, что называется, шаги ее реализации. Да нет, просто здесь... То есть, есть антилопу, это конкретно. А идея выжить. То есть, это все... Не только, не только ест антилоп, но еще и стремится к благу. Наверное, как вот я начинал с того, что... Благословие начинается с того, что добро и зборо пытаются сделать, распределить внутри сущего, да, то есть, сделать чем-то сущим. Кстати, мне теперь можно было бы сказать по-другому, да, что вот теоретическое рассмотрение мира. Вот если в мире есть некая цель, да, вот эта цель, это есть некое благо. Это ведь... Здесь дело не в слове «благо», тут важна цель. Если вот есть цель, если у всего мира есть некая цель, то эта цель и есть Бог, есть некая да благо, по определению того, что такое цель. Вот либо есть такая цель, и можно указать телеологическую причину всего сущего, так что оно как-то не стремится, и тогда мы обсуждаем проблему богословия. Либо нельзя это указать, и тогда просто на самом деле все эти проблемы снимаются, и можно их не обсуждать. Но тем не менее, еще раз говорю, что это такие обсуждения телеологические основы мира, она постоянно возникает в философии. И Аристотель, и Гегель, и все ее постоянно обсуждают. Это потому что такая возможность существует логической, и не обсуждать ее просто... Это означает отказываться от философствования, от огромного пуска возможностей философствования. Теология – это часть философии. Нет, это все понятно. Я просто пытаюсь дальше... Хотя одно время было наоборот, что философия была частью людей – это теология. Просто сейчас важность этой части философии уменьшилась, и при зрителях не относиться или как-то там... Просто, мне кажется, ничего-то недопонимаем. Дело не при зрении. Дело в том, что как, исходя из этой точки зрения, рассматривать наличие или отсутствие зла в мире. Ну вот, я сейчас только привел, на самом деле, некий парадоксальный скреационизм. На самом деле, по этой точке зрения, она распространена. Все ее постоянно высказывают, и вот пробегает, здесь проскакивает этот противоречий, который присутствует изначальной посылки. Да, изначально она не состоятель. В принципе, как бы это рассмотрение требует каких-то других выяснений. Это не может быть в основном никак, логически. Уже неважно, там, относится ли это, как это соотносится с иных позиций. Получается, что, на самом деле, неаплатонизм, как он однажды был христианством уничтожен, он потом возродился, немножко жил рядом с христианством, в виде гностицизма. Которые пытались, кстати, вот эту проблему того, что, как я рисовал, что благо творит зло, благо творит зло. Вот эту проблему решили тем способом, что сначала благость, как бы, случайным образом создавала какого-то другого бога, второго там. Его называли демиургом. И потом только вот этот демиург, он уже создавал как бы этого, злой мир. То есть всегда возникал какой-то второй бог, например, у Макеона, у других гностики, который творил мир. Потому что творение мира, понимание, свое родное противоречило. Не может абсолютно благо творить нечто злое. Но не может. Тут есть противоречие. И вот это противоречие они пытались как-то решить. И вот гностики над этим постоянно размышляли. То есть, еще раз, тут вопрос не в том, что стоял, что мир был злой, и надо было понять, почему он злой. Нет, вопрос не так стоялся. Вопрос стоялся так, что Бог не может творить мир. Потому что, творя мир, и в системе монизма, он тем самым творил нечто злое. То есть получалось противоречие, абсолютное благо творил нечто злое. Этого быть не могло. И вот они пытались какие-то образы. Здесь тоже возникает та же самая проблема, потому что, каким образом вот этот второй Бог появился. Но в системе неоплатонизма никакой проблемы здесь нет. Вот так вот. Нарисователь просто проистекает, как бы вот, нет некие ионы, новые уровни какие-то возникают, и среди этих уровней есть какой-то уровень дебилок. Да, потому что в системе монизма непонятно, как возникает зло. Если в системе монизма все без благо... Зло не возникает. Зло есть недостаток блага. Каким образом возникает недостаток блага? Ну, каким образом? Из центра истекает, истекает, чем дальше ничего не меньше. Мы только что и пришли к тому, что получается, что непонятно, так сказать, убить антилопусь есть это зло или это недостаток блага. Как это рассматривать? Да это вообще мой пример некорректный. Я даже не стал... Надо убивать человека. Человек убивает человека. Я только что объяснил, что оценка поведения, как добро и зло. Оценка поведения, как добро и зло, это совсем другое зло, чем то, о котором я говорю. Я понимаю, но оно же появляется, но оно же появляется. То есть каким образом его соотнести с идеей монизма? Оно появляется, потому что возникает вот некая новая возможность. Человек является свободным, он может творить, он может совершать поступки, он может что-то по своему усмотрению делать. Он является таким же началом, как Бог, понимаешь? И он может на самом деле, но он не является, мы же не являемся абсолютным благом. Мы такими же началами являемся, и можем творить зло, можем творить благ. Но это немножко другой разговор, я говорю, просто это потребовало, опять же, развернуть этику. Я пытался просто начало богословия показать, а не разворачивать этику. Нет, это я не понимаю, о чем ты говоришь, что просто естественно дальше вытекает. Да, естественно, дальше следующий вопрос. На самом деле, если думать здесь, то возникает следующий вопрос. Допустим, Бог создал несовершенный мир. Бог создал несовершенный мир, но ведь у него же есть еще одна возможность, да? Он несовершенный, да? Несовершенный мир. Он может попытаться этот мир довести до совершенства тем способом, что сам в него уступит. Внутрь мир уступит. Да, его одухотворит. Ну, встали, ну, перед людям гидеймонизмом. Нет, понятно. Гидеймонизм просто тоже, христианство же как пытается оправдать это. Возможно, что Бог все абсолютное благо создает несовершенный мир. Он сам в него входит. И тем самым его оправдывает. Просто он создает несовершенный мир, а поскольку для людей важна именно как бы человеческая природа, он дальше входит в человека. Он входит в человека. Тем самым всю цепочку это оправдывает. Всю эту цепочку, хотя и не является абсолютным совершенством, тем не менее в силу того, что в него входит абсолютное совершенство, все становится в каком-то отношении достойным абсолютного блага. Все это становится оправданным. Но тем не менее даже такое рассуждение все равно мир оставляет в проблему, зачем мир создается, да? Зачем абсолютное совершенство создает несовершенный мир? Зачем это нужно? изначально это посыл почему благо абсолютно создает нечто зло и защищает если она и так совершенства на само это и так полнота богу ничего не нужно ничего не должен вводить там где бог изливается в эманации да вот там где он расширяет свои круги на просто можно было так сказать что это рассуждение об эманации и изливание это просто и есть как бы попытка развернуть от некого начала то что представляет собой бог там изначально бог был в виде такой размытый эманаций он изначально такой был он не разворачивался во времени таким образом и даже это мы только для того чтобы его изложить логически разворачиваться сначала было как бы плага до центральной а потом она вот так вот это излилась это наше просто изложение начало означает на себя так был всегда вот она была во всей своей природе в оси полноте поэтому здесь на проблему как бы вот его мониционизм нет проблем возникает только у креационизм что этот несовершенненно каждый раз оправдывает и одновременность что то что или несовершенно это чтобы не уходит получается этой необходимой условия дают это не так случилось чтобы богословы думали думали нужно придумать руку и Latin об этом это в качестве его больше мама это в итоге не соверш einzige бог создает и совершенданным он является творцом на заберет ответственность он не может игнорировать этот несовершенный мир на том основании что в тонн оботорм cow это не важноольшего творец он за него ответственность взял полностью. Он не просто сотворил зло, он еще и за эту зло ответственность взял. Он должен что-то с ним делать. И у него возникает эта необходимость. Он принужден входить в мир и доводить его до совершенства. И вот это войти в мир, а потом войти в человека. И все это обратно как бы оправдать. В этом смысле суть христианства. То есть христианство полностью логически оправданное. Только изначально вот этот переход от Бога к несовершенному миру, он проблематичен. Вообще, откуда он возникает? Потому что вот, сделав такой переход, дальнейшие все ходы, они просто требуют для того, чтобы каждый раз этот переход оправдать. То есть для того, чтобы продать этот переход, Бог должен войти в мир, его духотворить. Для того, чтобы в этом мире, что значит его духотворить? В том числе, дойти до человеческой природы. Потому что все равно, как ни крути, человеческая природа остается центральной для нас. Мы же, мы же люди. И вот мы как бы... Все существует, поскольку мы рассматриваем с позицией человеческой. Он должен был дойти до человека, воплотиться в человека и как бы вернуться. То есть это движение должно было бы. Будьте осуществлены. Переход – это непонятно, зачем Бог усовершится. На самом деле, изначальная проблема состоит в том, чем Бог вообще мир создал. Он совершенствует, он полнота, где ему ничего не нужно было. Когда он растекся в плерому, это просто и есть указание на то, какой Бог есть. Бог есть вот такой, какое-то нечто неоднородное. Вопрос к тем, почему он есть неоднородное, неизотропное – это отдельный разговор. Надо тоже обсуждать. Потому что представление про именито, допустим, Бог является однородным шаром, а в нем нет частей. Просто есть некий монолит. То есть, если не монолит, то сразу возникает… Опять же, разговор о небытии, о том, что он состоит из частей и прочее. То есть, вроде бы материи и прочее. На самом деле, есть такая проблема. Эта проблема связана, например, в христианстве с проблемой Троицы. То есть, что Бог есть Троица – это тоже жара, что в Боге внутри есть какие-то различия. Например, Гегель решает об этой проблеме говорить так, что из-за того, что Бог Троица, он является неким конкретным Богом. Но это просто сейчас уже дальнейший весь разговор. Я просто хотел пояснить именно богословское видение. Сделать проблему. Аминь. 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 Безусcomplики. Продолжение следует...